Есть очень важная притча о том, как служить Всевышнему. Рассказывают, что у царя было два раба, и обоим из них он дал обрабатывать землю. У него была огромная территория, которую нужно было вспахать на громадном царском поле. И в первый день царь дал своим рабам по трактору. Два раба, каждый получил по трактору. И они начали пахать с удовольствием, сделали огромное количество земли, обработали, были очень рады. День прошел не зря. Хотя на самом деле успели очень-очень много. На следующий день царь дал обоим своим рабам вместо трактора лопату и сказал, а теперь продолжайте копать. Только уже не с трактором, а лопатой. Один из рабов сказал, что такое? Вчера был трактор, сегодня лопата. Не-не, ну царь что-то ошибся, я не буду работать. Не-не-не, я так не играю. А второй раб сказал, ну если царь мне дал лопату, значит царь лучше знает, как нужно ему служить сегодня, что нужно делать сегодня. я ему доверяю. И я буду работать с лопатой. Я не понимаю, почему он мне дал сегодня не трактор, а лопату, но я буду делать то, что он мне повелел. И после этого царь сказал, ну теперь я знаю, кто мне по-настоящему служит, а кто нет. Шалом, дорогие друзья! С вами Давид Плискин из святого города Иерусалима. Прямой эфир. Спасибо всем, кто со мной. Как видно, как слышно. Шалом, Вячеслав! Шалом, Ализа! Шалом, Венера! Не написано у меня сколько нас человек, но я вижу, что уже много. Это очень классно. Сегодня мы будем вместе готовиться к Роша Шана. Шалом, Сергей! Шалом всем, кто здесь. И, дорогие друзья, сегодня, кто додержится до конца, получит от меня подарок ценный. И поэтому оставайтесь до конца, пристегните ремни, и мы взлетаем. Итак, дорогие друзья, чему учит нас эта притча? А притча достаточно понятна. И я думаю, что не нужно долго объяснять, что она учит нас, что очень сильно прославляет Творца, когда человек показывает преданность ему, его закону, его просьбам, вопреки обыденной логике. Это не веру, ибо нелепо. То есть веру, ибо нелепо, это... Ну, есть какой-то постулат, я его вообще не понимаю, но я иду за ним. Нет. Это понимание, что Бог намного лучше, чем я, знает, что для меня самое лучшее. Понимаете? И это понимание, на самом деле, Всевышний закладывал в великому народу еще из поколенных веков, и еще в пустыне по пути в землю обетованную, в землю Израилю. Как это было? Кто-то помнит? Представьте себе еврейский стан, поделенный на 12 колен. И перед ним идет облако, которое показывает, когда нужно идти, а когда нужно останавливаться. Есть одно облако, облако ведущий, скажем так, условно говоря, поводырь. И когда облако поднимается, тогда определенные люди, которые ответственны за это, берут трубы и играют. Да-да-да-да-да-да! Я не знаю точно, что они играют, но они играли какие-то определенные звуки. И весь народ должен встать и идти за облако. Облако начинает идти после того, как все встают, и все идут за ним, за движением облака. И представьте себе ситуацию. Идет народ Израиля по кустыне. И вдруг видит оазис, красивый, полный воды, полный фруктов. И облако опускается, весь народ тоже опускается, приземляется, так сказать, вместе с этим облаком. Все, пир на весь мир, вода, все классно, все очень хорошо. И евреи говорят, ой, в этом месте хотелось бы побыть, ну, хотя бы месяцок. Проходит день, и вдруг облако поднимается. Трубачи играют. Та-да-да-дам, па-бам! Ой-ой-ой, все говорят, ну, как это так? Мы хотим еще остаться. Нет, облако поднялось. Надо вставать и идти за облаком. Или наоборот, могла быть противоположная ситуация, которая какое-то место не очень приглядное, непонятно вообще, что там делать. Облако приземлилось, народ остановился, расположил шатры. И день, два, три, евреи уже говорят, слушай, уже пора уходить отсюда. Четыре, пять, месяц. Все евреи находятся там, представляете? Представляете, какая ситуация? И зачем это было сделано? Для того, чтобы евреи почувствовали, что все, что Всевышний дает, это все самое лучшее. Всевышний лучше знает, что для нас самое лучшее. Какие тикуньи, какие исправления мы должны сделать в этом месте? Какие исправления мы должны сделать в этом времени? Какие ныцццо, какие искры мы должны вытащить из этой ситуации? Это только Всевышний знает. Это зависит от наших прошлых жизней, это зависит от нашего предназначения, от очень многих вещей, от очень многих составляющих. Поэтому мы, ну скажем так, обычный человек, не может это знать, поэтому мы должны доверять Всевышнему. И об этом как раз этому, скажем так, как это связано с Роша Шана. Напрямую связано с Роша Шана. Теперь вот самая главная связка. Какая главная задача Роша Шана? Короновать Творца, принять Всевышнего, захотеть всем сердцем исполнять волю Творца так, как Творец хочет, а не так, как вздумалось мне, как мне хочется, в зависимости от моего настроения. Я хочу исполнять волю Творца так, как Он хочет, с радостью, с любовью, в здоровом положении Духа и Тела, да, но исполнять так, как Всевышний хочет. Да? Естественно, здоровым путем, да? Так, мы понимаем потом, что ты Всевышний хочет, чтобы мы берегли свою жизнь, да? Но самая главная задача наша, это понять волю Творца и исполнять ее так, как Он хочет. И, одно из важных проявлений такого принятия, это принятие того, что со мной происходит. С доверием к Творцу, да? То есть, например, представьте себе ситуацию. ты едешь на международном автобусе, да? Сел на свое место, спокойно сидишь, наслаждаешься пейзажем, автобус едет, и тут вдруг ты видишь, рядом с тобой сидит какой-то тип, который постоянно встает, смотрит, проверяет скорость, смотрит постоянно на вейс, смотрит постоянно на GPS, кричит водителю каждый раз, медленнее, медленнее, куда ты, куда ты гонишь? Не, не, быстрее, 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 что ты с тобой, что такое, почему так медленно? Что ты скажешь про такого человека? Что-то у него не в порядке. Человек мог спокойно наслаждаться пейзажем, спокойно сидеть себе, да? Ехать в автобусе, довериться водителю, и все было бы хорошо, да? Нет, что-то он пытается изменить, все равно это никак не влияет, да? Какой-то неадекват, да? Но, дорогой друг, так же и ты, так же и я. В какой-то области мы такие же, как этот тип, который я описал. Есть у каждого, практически у каждого какая-то область, в которой он недостаточно доверяется Вишнему, и нам нужно над этим поработать, нам нужно поработать над тем, чтобы довериться Творцу, понять, что все, что с нами происходит, весь путь, даже если сейчас мы едем на автобусе, справа видно какое-то неприглядное место, слева собачий лай, это не означает, что мы едем по неправильному пути. нужно доверять Всевышнему, что то, где мы сейчас находимся, это самое лучшее место для нас. Понятно, что в жизни это посложнее, чем в автобусе, потому что мы должны еще выбирать, основываясь на законах Торы, наш путь, и поэтому написано, что кне асэлахарава, сделай себе равина, сделай себе рава, очень важно найти рава, которому вы доверяете и который дал бы вам правильное направление. Да, кстати говоря, какой должен быть трав? Одно из главных вещей, что ему все равно, что они скажут, он исполняет волю Творца, несмотря на то, что ему скажут. Всевышний сказал так, я это делаю, несмотря на то, что мы будем смеяться, меня будут запугивать, мне от этого уменьшена зарплату, и так далее. Да, так говорит настоящий рав. Самое главное делает. Итак, так что, дорогие друзья, это то, чему нужно научиться, и это очень важная вещь в Роша Шана. Сейчас у нас есть небольшая подготовка. Каждый день возьмите хотя бы пять минут, да, и представьте себе, что вы едете в автобусе жизни, и Всевышний вас везет. Расслабьтесь и скажите, Всевышний, я тебе доверяю, я знаю, что ты везешь меня в самое лучшее для меня место, самым лучшим для меня путем. И в Роша Шана, почему говорят, что нельзя злиться, потому что тот человек, который злится, гневается, или даже печалится, он не доверяет Всевышнему. Это проявление недоверия. То есть, если я знаю, что все самое лучшее, что со мной происходит, зачем мне печалиться, зачем мне злиться, нет места злости. Поэтому в Роша Шана очень важно взять на себя как можно больше держать вот это ощущение, что Всевышний со мной и он меня ведет самым лучшим путем. Я ему доверяю. И тогда не будет у нас с Божьей помощью никакого гнева, никакой злости, никакой печали. Мы пройдем Роша Шана в радости и у нас будет великолепный сладкий, хороший и сладкий Новый год. И сейчас, дорогие друзья, обещанный подарок говорит великий каббалист Аризаль книги Эсхаим Аколо Леха Хре Адхана Что это означает? Все идет за началом. Это значит, что от твоего настроя в Роша Шана зависит весь твой год. Поэтому, дорогой друг, я дарю тебе для того, чтобы твой Роша Шана был очень-очень хороший, я дарю тебе волшебную фразу, которую, если ты повторяешь и самое главное вдумываешься в нее и чувствуешь, ощущаешь ее, да, вот эта задача, то твой год с Божьей помощью будет очень-очень хорошим. Эту фразу я получил от своего учителя Илья Ушири и это фраза, которая настроит тебя на потрясающие перемены к лучшему в жизни, на изобилие, на любовь, на здоровье, на великолепные отношения с людьми, на самореализацию и на другие важнейшие для тебя аспекты твоей жизни. Я тебе дарю видео, есть уже ссылка в описании урока, сейчас я тебе еще пошлю ссылку и я объясняю там, в этом видео, откуда взялась эта волшебная фраза, как ей пользоваться и что за фраза эта, да, и для того, чтобы получить подарок от меня на Рошошана, просто переходи по этой ссылке, вот я на всякий случай, тебе ее сейчас скидываю каждому из вас, дорогие друзья, всем прекрасной подготовки Крош Ашана, да, вот, значит, пожалуйста, дорогие друзья, переходите по ссылке и смотрите видео и будьте счастливы, всем, санатова и метука. Спасибо за субтитры Алексею